Сегодня в Соломенском райсуде столицы решалась дальнейшая судьба Романа Насирова. Судебное разбирательство частично провели в закрытом режиме без журналистов. На этом настаивала защита временно отстраненного главы ГФС. Такую же секретную информацию озвучивали адвокаты. Мы узнаем у нашего корреспондента Елены Митясовой. Она на прямой связи со студией. Лена, здравствуй, расскажи, что происходило сегодня в Соломенском райсуде столицы и есть ли уже решение суда. Екатерина, добрый вечер. Носить ли Роману Насирову, не снимая еще два месяца, электронный браслет или все же он волен как птица? Сегодня в Соломенском райсуде столицы решили более 9 часов. Прокуратура настаивала на продлении меры пресечения отстраненному главе ГФС. Защита наоборот на свободном перемещении и возможности выезжать из страны их подзащитным. Журналисты за всем этим процессом следили практически из коридора. Суд принял решение проводить заседание в полузакрытом режиме. То есть, когда речь шла о здоровье Насирова, журналистов просили удалиться. Не обошлось на заседании и без казусов. В ходатайстве прокуроры сделали ошибку в отчестве Насирова. Вместо Романа Михайловича указали Роман Николаевич. На мою думку, это не пересхожает ни розыду, ни принятие законного решения. Главное, чтобы в том решении было правильно назначено его призвищем, я по-батьковой. Теоретически, Роман Насиров покинуть зал суда мог еще в 6 вечера снять электронный браслет и улететь в теплые края. Так как в это время стекли его обязательства. Но все же дождаться вердикта суда ему пришлось. В половине восьмого судья зачитал решение. Оно оказалось не в пользу Насирова. Суд поддержал ходатайство прокуратуры и продлил обязательства о ношении браслета Насировым и невозможности покидать страну еще сроком на 2 месяца. Сам Насиров и его защита комментировать данное решение отказались. Екатерина. Лен, спасибо тебе за детали. Это была Елена Митясова с информацией о ходе судебного заседания по делу Романа Насирова.